В следующем году ей исполнится 50. Она не смогла жить с богатым бизнесменом, а тихой семейной жизни предпочла карьеру актрисы. Это не история Золушки, а история долгого плодотворного труда и большой работы над собой. Как сейчас выглядит Алиса Жираковская и где она живет. Она родилась в Киеве, а после развала СССР поступила в московский ГИТИС. После института пять лет наша героиня прожила с предпринимателем, но не выдержала. Она с детства мечтала стать актрисой, а не сидеть дома и варить борщи. Однако муж не пускал ее на кастинге. В итоге супруги тихо и мирно развелись, поняв, что они совершенно разные люди. Олеся уехала в Киев к родителям и там построила успешную карьеру. Мы знаем ее по сериалу «Сваты», где Жираковская исполнила роль Ксении Павловны, продавщицы косметики. Также наша героиня сыграла роли второго плана в «Женском докторе», в фильмах «Дом с лилиями», «Последний янычар», «Ните судьбы», в сериалах «Доярка из Хацапета», и «Крепостная». Всего же фильмография Жираковской насчитывает более 70 ролей. Сейчас она заслуженная артистка Украины, живет и работает в Киеве. Она уже 20 лет является актрисой театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и даже награждена орденом княгини Ольги третьей степени. А не так давно Олеся удивила своих поклонников. Она смогла похудеть на 30 килограмм, став ведущей шоу «Взвешенные и счастливые». Наравне с участниками проекта Жираковская сбросила максимальное для нее количество килограмм, но вскоре лишний вес вернулся. Олеся признается, что сейчас ее все устраивает. Она может полноценно жить и наслаждаться жизнью, кататься на лыжах, танцевать и плавать. Лишние килограммы ей совершенно не мешают. Но, к сожалению, детей у нашей героини нет. Пока она не нашла свою любовь того человека, с которым хочет прожить до глубокой старости. А свои гонорары Олеся тратит на путешествия и на себя любимую. К сожалению, политические события последних нескольких месяцев разделил население планеты на два лагеря. И Олеся Жираковская выбрала ярую позицию Запада. Теперь, как и многих других украинских актеров, мы ее будем видеть на своих экранах все реже и реже. А как вы думаете, предназначение женщины – это семья и материнство, или без этого современные женщины вполне могут прожить? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...